В Сенате, судя по всему, приближается битва с попытками отмены правила Филибастера. Это правило, согласно которому законы в основном должны для того, чтобы быть принятыми, получить поддержку не простого большинства сенаторов, но 60 из 100. Исключения могут быть только в отношении бюджетных законов. Требование, по сути, 60 голосов из 100 и является правилом Филибастера. Оно существовало на протяжении многих-многих лет и призвано обеспечивать большее согласие законодателей. Зимний закон о стимулах принимался как поправка к бюджету, и поэтому на него правило Филибастера не распространялось, но его приняли простым большинством. А остальные масштабные проекты Байдена в виде поправок проходить, наверное, не могут, во всяком случае, законы по иммиграции, по медицине, по ограничению действий полиции. Само по себе правило Филибастера при этом может быть отменено простым большинством голосов в Сенате, что демократы легко могут сделать. Другое дело, что это может вызвать резкую критику не только республиканцев, но и неопределившихся избирателей. Но сейчас к отмене Филибастера готовятся вновь с использованием событий 6 января. Сегодня Сенат не принял закон о создании комиссии по расследованию этой атаки на Конгресс, хотя палата за него проголосовала. Речь идет о комиссии с очень большими полномочиями, такой как комиссия, анализировавшая тракты 11 сентября и нападение, например, на американское консульство в Ливии, в Бенгазе. Если республиканцы заблокировали этот закон в Сенате, для республиканцев само по себе такое многомесячное расследование невыгодно, потому что речь идет о преступлениях американцев правой ориентации, многие из которых являются республиканцами. Но с политической точки зрения отказ расследовать события 6 января выглядит для многих американцев малоубедительно. И под предлогом необходимости в проведении этого закона через Сенат демократы могут попытаться отменить правила Филибастера. Ну а если правило Филибастера будет отменено, то через Сенат затем пройдут и все эти колоссальные по объему законопроекты Байдена. На заседании акционеров компании Exxon, одной из крупнейших в мире нефтяных компаний, только что произошло действительно сенсационное событие. Небольшая финансовая группа под названием «Двигатель номер один», имеющая только 0,02% акции Exxon, добилась назначения, по крайней мере, двух новых директоров компании, которые выступают за сокращение добычи нефти. Ничего подобного раньше действительно никогда не было. Пропаганда группировки «Двигатель номер один» за изменение приоритетов Exxon продолжается с декабря. Но идея переориентации Exxon с исключительно добычи нефти и газа имеет место уже некоторое время. Согласно этой точке зрения, по всему миру сейчас нарастает негативное отношение к углю, в первую очередь, но также и к нефти, и к газу. И через несколько лет нефтедобывающие компании могут оказаться в очень невыгодной ситуации, когда против них будут приниматься ограничения и законы. Поэтому с точки зрения группировки «Двигатель номер один» Exxon больше заработает в будущем и будет иметь лучшие перспективы, если уже сейчас не будет всецело концентрироваться на добыче нефти и газа, но станет переходить на альтернативные источники энергии. Но, конечно, самое удивительное при всем этом, что изменения в управлении компании, введение туда сторонников альтернативных источников энергии произошли по инициативе вкладчика, имеющего только 0,02% акций Exxon. Как это стало возможно? На сторону экологических активистов в ходе дискуссий перешли постепенно, и не планируя этого, заранее более крупные вкладчики, которые сейчас тоже озабочены перспективами нефтедобывающих компаний. Сегодня публикуется неожиданная фотография из Абудаби, на которой снят израильский посол в Объединенных Арабских Эмиратах и представитель ОАЭ. Как можно видеть, отношения в Абудаби между израильтянами и арабами являются не такими уж плохими. Церемония была посвящена открытию первой в ОАЭ постоянной экспозиции, посвященной Холокосту. А через час посол Израиля этот также участвовал в церемонии создания совместного крупного предприятия Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля. В ходе последнего конфликта в регионе Эмираты во время волнения в районе мечети Алякса и в других местах Иерусалима выступали с заявлениями, в которых призывали стороны воздерживаться от насилия, не отдавая предпочтения ни одной из них. А когда начались обстрелы Хамасом и исламским джихадом территории Израиля, Арабские Эмираты в основном хранили уже молчание. Хамас и в еще большей степени исламский джихад финансирует и поддерживает Иран, так же как он поддерживает экстремистские движения в других странах региона, в том числе и в Эмиратах. Обстрел Израиля со стороны Хамаса и исламского джихада в ОАЭ воспринимали как тоже в значительной степени проявление иранской экспансии, хотя открыто высказываться в поддержку Израиля они не могли. В следующей части о том, что некоторые получают за свои прививки и по миллиону долларов. Оставайтесь с нами. В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер». 718-635-3535 В это трудное время знаменитая ясновидящая и целительница Америки госпожа Еля ежедневно проводит индивидуальные онлайн-консультации на FaceTime, Viber и WhatsApp. Благодаря виртуальным встречам с госпожой Елей сотни людей из разных стран избавляются от страхов и депрессий, восстанавливают спокойствие и мир в семье, обеспечивают будущее своего бизнеса, а также дарят своему организму прочную энергетическую и иммунную защиту. Супер уникальный, супер натуральный продукт для повышения потенции – S3X Manpower – мужская сила. В этом флаконе сосредоточена вся ваша мужская сила и все достижения американской натуральной медицины. Спрей под язык не имеет никаких побочных эффектов. Покупайте спрей S3X Manpower и мужская сила вас не покинет. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвид Зан Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвид Зан Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005 Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005 В Агайо первоначально к прививкам от вируса относились достаточно прохладно. И когда схлынула первая волна тех, кто очень активно хотел пройти вакцинацию, сразу же встал на них записываться, многие центры вакцинации стояли затем полупустые. И шла речь о закрытии их части. Но затем штат объявил, что получившие прививки будут включаться в число участников лотереи, которые смогут выиграть миллион долларов. Шансов выиграть миллион в ходе такой лотереи, конечно, намного меньше, чем случайно найти клад. Но у американцев с математикой всегда было плохо. На пунктах вакцинации появилось много людей, местами образовались даже огромные очереди. И вот сейчас имел место первый розыгрыш миллиона долларов. Только что опубликовано имя счастливого обладателя выигрыша. Это Абигаил Бугенский. Местные скептики говорят, что она, наверное, делала себе прививки раз 10 подряд. Но им никто не верит. Через некоторое время будут розыгрыши второго миллиона. И на пунктах вакцинации продолжают стоять сейчас впечатляющие очереди. Ну и недавно розыгрыш миллиона долларов объявили также Колорадо, Орегон. Сегодня Калифорния. И такая лотерея привлекает больше людей, чем бесплатное угощение пивом, которое предлагается, например, вакцинированным в Нью-Джерси. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До завтра. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»